Всем добрый день. Я хоть и без камеры, чем нарушаю этикет, но попробую хотя бы в остальном не оплошать. Так, как Сергей Олегович сказал, меня зовут Андрон. Я являюсь студентом второго курса магистратуры и от ЭНИЕОМИФИ по направлению прикладная математика. Область моих интересов тесно связана с обработкой временных рядов и с нейронными сетями, откуда достаточно органично и вытекает тема моего сегодняшнего доклада. Я буду рассказывать про прогнозирование концентрации диоксида азота с помощью рекуррентной нейронной сети. Вообще говоря, выбросы химических веществ в атмосферу в последнее время являются серьезной проблемой. Вот на видео, если оно у вас, конечно, отображается, вы можете видеть, как повышалась концентрация диоксида азота на территории нашей страны последние месяцы. Видно, что она достаточно сильно растет, и это связано с выбросами автомобильных газов, ТЭЦ, различных нефтеперерабатывающих, металлургических заводов и так далее. Все это неизбежно ведет к росту концентрации химических веществ и, в частности, оксидов азота. Учитывая, что диоксид азота – это высокотоксичное соединение, оно является причиной серьезных легочных заболеваний, парниковым газом, даже может вызывать кислотные дожди при определенных условиях, так скажем. То потребность в своевременном и точном прогнозе концентрации этого вещества очевидна. В качестве основного метода предсказания мной была выбрана рекуррентная нейронная сеть по ряду причин. Во-первых, у Метеорологической службы Российской Федерации есть большое количество исторической информации, которая каждый день пополняется, и это позволяет обучать постоянно, переобучать, дообучать, повышать качество предсказаний нейронной сети. Это мотивация выбрать именно нейросетевой подход. А мотивация выбрать именно рекуррентную структуру связана с тем, что вообще говоря, задача прогнозирования временных рядов достаточно естественна для рекуррентных нейронных сетей. Например, если говорить о метеорологических явлениях, то в 2020 году группа ученых опубликовала работу, в которой они предсказывали с помощью рекуррентной нейронной сети явление, которое называется Эль-Ниньер. Может быть, кто-то знает, это колебание ветра и температуры над морем в восточной части Тихого океана. Притом достаточно случайное, так скажем, сложно прогнозируемое, но влияющее на погодные условия в большей части тропиков и субтропиков. Так вот, им удалось достичь выдающихся результатов в плане качества прогнозирования и именно эта работа, кстати, и легла в основу моего дальнейшего исследования. Перед тем, как переходить непосредственно к построению модели, необходимо было провести разведочный анализ, потому что данных много, они не всегда полные, присутствует достаточно большое количество выбросов и коррелированных переменных. Все это, естественно, влияет на качество и объективность модели, поэтому в качестве основных методов анализа мной были выбраны статистический анализ, анализ корреляции, вероятность их распределений и так далее. В результате был сформирован основной набор предикторов, которые влияют на прогноз концентрации диоксида азота. Их вы видите справа, то есть это такие общие характеристики, как станция, город, время, концентрация различных химических веществ в данный момент времени и различные погодные условия, температура, ветер, влажность и так далее. Давайте коротко пройдемся по некоторым моментам проведенного анализа. На графике вы видите зависимость концентрации диоксида азота от времени суток. Достаточно явно выделены пики и падения, и хорошо видно, что они приходятся на одно и то же время каждые сутки. Скорее всего, это обусловлено конкретным сочетанием атмосферных явлений, которые, к сожалению, не были измерены. То есть, например, это солнечная активность, радиация или еще что-то. Об этом я расскажу еще дополнительно чуть позже. Далее. На данном графике отображена зависимость распределения концентрации от значения температуры. Хорошо. Видно, что при разных температурах концентрация сильно меняет свое распределение, то есть ведет себя по-разному, что достаточно логично, как минимум, с точки зрения скорости движения частиц. И это явно свидетельствует о том, что если каких-то аргументов против в дальнейших исследованиях не найдется, то этот показатель температуру обязательно нужно включить в качестве предиктора. Далее. На рисунке справа приведена классическая гистограмма концентрации непосредственно самой прогнозируемой величины, то есть диоксида азота. Хорошо видно то, что большинство измерений лежит в промежутке от 0 до 0,05. И такая ситуация кажется хорошей, потому что нет большого количества выбросов, аномалий, и, казалось бы, здорово. Но, к сожалению, на практике все немножко по-другому, потому что мы неоднократно в исследованиях встречались с тем, что вот такая красивая, на первый взгляд, картинка говорит о том, что локаторы работают неправильно. Поэтому, когда мы такое видим, всегда стоит вопрос о том, что нужно проверить работу локатора. Это просто дополнительное замечание, метод диагностики, так скажем. Далее. На этом слайде представлена диаграмма размаха, так называемая. Здесь точки – это выбросы, то есть какие-то аномальные значения концентрации, в зависимости от времени суток. Горизонтальная черта внутри прямоугольника – это медианное значение концентрации, а сам прямоугольник – это первая и третья квартира. То есть именно в эти прямоугольники попадает большинство значений концентрации диоксида азота. Ну вот, наблюдения здесь право представлены. То есть, например, днем у нас практически межквартирный размах очень мал. То есть большинство измерений попадает в один и тот же интервал. В утренние и ночные часы выбросов вообще практически нет, да, или даже их нет вообще. Но при этом межквартирный размах увеличивается. Также видно, что пики медианных значений приходятся на 7-9 утра и 7-9 вечера. Тоже такое интересное замечание, потому что, ну, именно вот всегда в одно и то же время это происходит. Далее, последнее, так скажем, из визуального анализа, что хотелось бы показать, это корреляционный анализ. Здесь он представлен в виде тепловой карты, ячейки. То есть, каждая ячейка, соответственно, показывает корреляцию между соответствующими величинами. Светлый цвет – это значит, что сильная прямая корреляция. Сильно темные ячейки – это сильная обратная корреляция. И такие нейтральные розовые, так скажем, это отсутствие корреляции вообще. То есть, мы, например, хорошо видим, что температура и давление сильно обратно коррелированы. Температура и номер месяц прямо, ну, сильная прямая зависимость, да, что логично. Зимой холодно, летом тепло. Также мы, например, видим, что час суток практически ни с кем не коррелируется, только с влажностью, и то не очень сильно. И с учетом предыдущего графика, который я показывал, вот диаграмму размаха, очевидно, что час является достаточно сильным предиктором, его нужно включить в модель. Кстати говоря, изначально час, как таковой, он не был отдельно выделен, ну, отдельно выделенный переменной. Я его выделил потом на этапе исследования, когда обнаружил связь как раз-таки в результатах исследования. Итак, перейду к архитектуре сети. Чтобы подобрать оптимальное строение, производился так называемый тюнинг. То есть фиксировались некоторые параметры, и производился подбор оптимальной структуры, набора слоев и количества нейронов с помощью специальных библиотек. В итоге была зафиксирована следующая несложная структура. Это два ГРУ-слоя по 165 и 50 нейронов, соответственно, и один полносвязанный слой сегмоидной функции активации. Предсказания строились на один день вперед и на основании данных за одну предыдущую неделю. Эти показатели как раз были зафиксированы. Величина потерь, как обычная, так и валидационная, были примерно 2 сотых по итогу обучения. Вот на данном графике представлен результат прогноза на тестовых данных уже после обучения модели. Видно, что модель хорошо аппроксимирует реальные данные. Обращая внимание, это не тренировочная, а именно тестовая уже выборка. Несмотря на достаточно высокую точность, явного переобучения не наблюдается. То есть предсказание один в один не повторяет структуру реальных данных. И модель не рушится на тестовых данных, что также является хорошим признаком. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что если вы посмотрите на ось Y, то видно, что размерность концентрации представлена в сотых-десятых долях. И понятно, что отклонение синего графика, то есть реальных данных от предсказанных, на самом деле минимально. То есть это какие-то сотые доли. Это только первый шаг в этом исследовании. Получены положительные результаты, поэтому в ближайшее время планируется провести более глубокое исследование и расширить набор предикторов, потому что, как я говорил раньше, например, солнечная активность, радиация, явно этих предикторов не хватало. Просто потому что этих данных не было. Также с нейросетевой точки зрения хотелось бы провести еще более масштабный тюнинг, для того чтобы подкорректировать структуру нейронной сети. Возможно, то есть можно достичь лучших результатов. А также хотелось бы попробовать сменить семейство нейронных сетей на временные нейронные сети. Это тоже разновидности рекуррентных, по сути, но они еще больше заточены на задачу прогнозирования временных рядов. Спасибо за внимание.